Приветствую вас, Ксения. Ну, вообще говоря, если вот честно, прочитав ваш текст, да, я думаю, что вы не сможете просто взять, перестать, например, обращать внимание на это, потому что для вас это стресс. Вот вы пишете, что я не могу эти пьянки терпеть. Каждый выходной для меня стресс. Вот, я думаю, что именно причину вашего стресса в первую очередь нужно рассмотреть, потому что муж пьёт, он никого не трогает, как я понял, он не буйный, ничего, он проспьёт, ложится спать и спит, и всё. Вот, и мне не очень понятно, чем вас это, чем вас это раздражает. Вот, либо у вас есть какой-то в прошлый, в прошлый негативный опыт взаимодействия с людьми, которые любили выпить, например, ваш отец, или кто-то из родителей, или, может быть, кто-то из родных, вот, и у вас к этому есть какое-то такое вот априори негативное отношение. Но тогда получается, что вы подсознательно выбираете себе такого мужчину, такого партнёра, который, собственно, и злоупотребляет алкоголь. Вот. Это один момент. Другой момент, если это что-то ваше личное, что-то ваше личное, не связанное с прошлым опытом. Вот. То есть, например, ну, личное, допустим, то, что вот он позволяет себе расслабиться, да, а вы нет. Или лично то, что, ну, что вам, вот, вы, там, можете бояться чего-то, или вам не хватает чего-то, или у вас просто есть представление, что он муж, вот, не должен пить, да, вот, ну, он... Ну, не должен так себя вести, в общем, вот. С этим нужно разбираться и смотреть на фоне чего у вас стресс. Вот. Надо понимать, да, что рука, там, и вся, и прочее, прочее, да, не поможет. Вот. Помогет, на самом деле, модель жёсткой любви, вот. Ну, с чёткими границами личными, да, пусть хочет пить, бьёт, и пусть делает что хочет, да. Ну, и, соответственно, делать, что хотите, делайте, что хотите, вот. Вот, нужно определиться с причинами стресса и его убрать, чтобы вы не стрессовали, да, чтобы вам было всё равно, на это, чтобы вам было, ну, без разницы, пьёт он или нет. А так, получается, что вас это задевает, то, что он пьёт. Вот. И... Как ни парадоксально, но именно из-за того, что вас это задевает, важно, что мы, собственно, в том числе это и делаем. Ну, не только поэтому, но в том числе. И переходя к мужу плавно, я бы хотел, наверное, рассказать следующее, что... можно посмотреть, а, собственно, из-за чего ваш муж напряжён, что нуждается, вот, в расслаблении в виде алкоголя. То есть, что... такого его напрягает, что он, вот, пьёт. Это тоже достаточно важная история, достаточно важный этот тоже момент, вот. Можно разобрать его с вами, можно посмотреть, хочет ли ваш муж сам что-то делать, видит ли он в этом проблему, и пообщаться с ним. Можно пообщаться с вами двумя, потому что, как сказал мой коллега Кудрышёв Игорь Леонидович, проблема, как бы, она ваша общая, в данном случае. Вот. Такая вот история. Я думаю, что, конечно, да, у вашего мужа есть проблемы, безусловно, с алкоголем, но... Здесь ключевой номер то, что вас не задевало. Вот. Тем более, что, видите, в рядах, как говорят, у него никакого нет, ну, человек так и расслабляется, опять же, если он этого хочет, да, то... заставить его изменить в них силах. Это правда. Максимум, что он может сделать, это вызвать чувство вины, из которого он будет пить ещё больше. Только агрессиво появится. Может, может... Ну, может появиться. Да, вот. Что до идеальности, то, опять же, здесь есть ощущение, что вы его идеализируете. Это первое. Второе. А в этой самой идеальности, то есть, вот, в том, что он идеальный для вас, кроется такая же проблема. То есть, по сути, по сути, это ображение, знаете, как зеркало. То есть, вот, обычные люди, ну, с той или иной зависимостью, да, вот, они как раз таки идеальны в другом. То есть, они, вот, идеальные вообще просто, они идеальные отцы, они идеальные мужья, но вот у них есть какая-то зависимость. Почему? Потому что идеальность это что? Это без слабости, это без недостатков, это без каких-то своих желаний. И очень плохо, когда эти все желания, которые в любом человеке есть, они проявляются, как раз таки, вот, в зависимости. Вот. Никотиновый, алкогольный, наркотический, игровой, там, и прочее, сексуальный иногда бывает. То есть, вот, сама идеальность вашего мужа, она под вопросом. То есть, лучше, чтобы он не был идеальным, лучше, чтобы он не был идеальным для вас. Но вы цепляетесь за эту идеальность. И мужчина знает, что, мужчина знает, что вам нужна его идеальность, хочет быть идеальным. Но расплачивается за эту идеальность вот этой зависимостью, которую вы не принимаете. Вы хотите, чтобы он был идеальным совсем, а так быть не может. Условно, если он перестанет бить, он не будет таким идеальным. И возникает вопрос, а насколько вы человека принимаете неидеальным и принимаете ли вы его неидеальным? И вы сейчас, наверное, скажете, да, я приму его любым, если бы он не пил, скорее всего. Но вот у меня вопрос, а видели ли вы его неидеальным? Знаете, какая штука? Поэтому вот тут тоже очень такая неоднозначная история, на которую нужно обратить ваше внимание. В целом, я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, это было для вас полезно. Можете почитать в интернете психологическую игру «Алкоголик». Она, как и называется, психологическая игра «Алкоголик». Вот. Ну и я бы как-то вот подкорректировал немножечко ваши взаимодействия. Да? То есть. Ну. Насколько вот у вас успешно идет общение друг с другом. Я вам желаю всего доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. До свидания. До свидания.